Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него конструкция на голове одета и рука. Вышла тонкая кода. Защищаем его физический биоробот с защитным энергией Абсолюта. Берем Оскара в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Оскара поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приостимом Оскара. Интересуемся, готовлю ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он махает, кибает. Хорошо. Оскар, а что это на вас конструкция стоит? Вы не в курсе? Нет, не в курсе. Она глаза ему закрывает полностью лицо. Хорошо. Скэнер. Я даю команду. Отключи эту конструкцию. Просканируй ее полностью. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, которые к этой конструкции подключены, отключаются вместе с фантомами. И частичками энергии выходит все из биоробота Оскара и зависает перед ним. Пошел процесс. У него выходит конструкция. Это голова, как шлем такой. Подключен он к обеим рукам. Одна полностью, правая и левая. Это до запястья. И по позвоночнику. И что же это за паразит, который такое делает? Сейчас узнаем. Вышла конструкция. Отправляю ее в клетку-тюрьму. И я даю команду. Значит, Рискенер сканирует пространство над головой у Оскара под ногами. 360 градусов вокруг него. Все притягиваются в клетку-тюрьму. Мои заложники. Да будет так, а такие стоят в клетке. Это рептилоид. Два Грея. Хорошо. Пульт у них есть. Конструкция КТ. Пульт ушел в соседнюю клетку. Хорошо, рептилоид Грея. Сегодня вы испытаете, как эта конструкция работает на вас. По очереди будет одеваться на голову каждому из вас этот шлем. На отток энергии. Я у вас заберу столько энергии, сколько вы у него забрали. Но в течение одной минуты. Я вам верну все эти боли, которые вы ему дали. Если вы мне не докажете законность своего пребывания в этом биополе. Или наличие какого-то контракта. Если такового нет, вы получите сегодня полную незабываемую программу впечатлений на всю оставшуюся вашу жизнь. Считаю, репток дрифры над головой. 342. Ты кто? Военный или ты лаборант? Я консультант. Я не знаю такого консультанта. Ты кто, дипломат или кто ты? Можно и так сказать. Хорошо. Чем объяснить твое присутствие в этом биополе? Программирую человека. На что? Программирую на идеи. Какую идею? Разные. То есть ты хочешь просто этим пультом управлять человека, чтобы он исполнял любые команды, которые дают ему рептилоиды. Правильно я понимаю? Да. Ну хорошо, хоть в этом и разобрались. Поставим маячки над Грэмми. Органические, неорганические. Неорганические красные, органические зеленые. Оба зеленые. Хорошо. Поехали дальше. Итак, у нас есть канал, Эвера? Конечно. Поехали. Синий дракон. Джин. Демон. Все. Считай цифру демона над головой. 13. Считай цифру джина над головой. 27. 31. Синий. И у синего дракона цифры над головой. 54. 32. Вот к этому у меня будет очень много вопросов. Синий дракон. У тебя есть вообще контракт на пребывание в этом биополе? Нет. Нет. А почему ты здесь присутствуешь в нашей матрице, в этом биополе? Тебя кто-то приглашал? Или ты считаешь, что такая супер цивилизация, которой даже не надо соблюдать законы? Я получаю свой опыт. Отлично. Сейчас ты получишь его. На планете Земля. Ты получишь в полной мере этот опыт сегодня. Сколько ты находишься в его биополе? Нахожусь два года. Два года. Что ты установил в него? Какие платы? И где они стоят? Какая цель этих плат была? Инноваторская энергия. Платы стоят в третьем глазе, а также в доме, в определенных местах. Мы сегодня и дом чистим. В библиотеке. Синий дракон. Мы сегодня и дом чистим. Как ты этими платами пользовался? Ты активно пользовался ими, вмешиваясь в его развитие, тормозя его? Или ты просто наблюдал со стороны, подпитываясь энергиями? Вот это решающий вопрос сегодня будет к тебе. Я могу ответить на твой вопрос сейчас. Отвечай. Это было двухстороннее общение. Я давал определенные энергии, идеи, забирал определенные энергии. Синий дракон. Из твоих идей он практически потерял всю работу. У него не осталось. У него полностью все разрушено, как я понял. У него все, ничего не получается. Вот такие идеи ты давал ему, да? Или тебе помогал еще джинн синий? Я не работаю с джиннами. Понятно. Хорошо. Почему работа и отношения у человека ускользали? И полная реализация в жизни? Мне неизвестно об этом. Хорошо. Будем разбираться, джинн. Это твоя работа? Мне интересна сама энергия и инновации. Хорошо. Итак, джинн. Это твоя работа, о чем я говорил только что. Насчет проблем в жизни, реализации и работы, и в отношениях. Джинн говорит, что он ни при чем. Он вкладывал свою лепту. Деньги показывает. Круглые. Если у него работа и отношения ускользают, соответственно, ускользают и деньги. Ты шутить сейчас здесь надумал, джинн. Ты хочешь потерять свою чулму и все свои кольца и серьги? И свой сосуд? Ты мне только скажи. Если ты мне не дашь никакой информации, ты для меня вообще не кольца. Никакие отношения ко мне не относятся. Я не понимаю твой вопрос. Ты мешал его работе? Специально не мешал, но я делал свою работу. Хорошо. И я сегодня буду делать свою работу и посмотрим, чем она для тебя закончится, джинн. Все. На этом разговор закончился. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы. Кто не будет отвечать или будет мне сейчас отвечать, как джинн, отвечает. Тот пострадает и довольно серьезно. Я даю команду тонкой копии Оскара спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэбрационной энергии, отгад всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Оскару. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Даю команду скэнеру. Скэнер сканирует Оскара и отключает, и выводит все платы синего дракона из его биополя вместе с сопутствующими чипами, датчиками и имплантами, которые подключены к этим платам. Пошел процесс. Вывел плату с третьего глаза. Отлично, выстраиваю канал прямой от Оскара к этой плате, и Оскар плату отдает весь негатив, который он получил от нее. Плату отправляю в клетку-тюрьму. Реверс закончился. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой на все каналы. Вопрос ко всем. Кто присутствует еще в квартире, кроме рептилоида и греев и синего дракона? Джин и демон на улице. А, понятно. Большая дружная семья. Нет, джин в доме, демон на улице. А, вот как. Хорошо. Итак, фильтр мы установили в порядке реверса. Оскар забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Просканируй. Скэнер. Сколько полнота души у Оскара на настоящий момент? 78%. Над ответственным, кто воровал душу, загорается красный маячок над его клеткой. В конструкции рептилоида. И греев. Отлично. Итак, забираем из этой конструкции. Потоком пошло назад. Один, два, три. Да, будет так, а так есть. Усилий все в сто раз. Готово. Демон, сколько ты находился в этом биополе? Восемь месяцев. Выходи, демон, отключайся полностью. Ничего не забывая, возвращайся назад и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он пожалеет. Демон одел сапоги и веревки от ног идут, чтобы он чаще выходил. Он его на улице чаще выманивал, чтобы он там находился. А зачем ему это? Потому что демон на улице. А, он его к себе вызывал, да? Да. Понятно, хорошо. Ждем, пока все снимет. Он снял. Лярвы есть в биополе Оскара? Где он? Да, есть у него на ноге Лярва и на посвоночнике. Ты хочешь их забрать? Хочу. Разрешаю тебе забрать их. Ничего не оставляю, приступаю. И возвращайся назад. Готово. Джин, сколько ты находился в этом биополе? Он три года в доме, а в его биополе год и восемь месяцев. Хорошо. Тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль. Отключайся полностью. Приступай. Готово. Хорошо. Синий дракон. Еще что-нибудь осталось в биополе? На твоей чистоте? Нет. Рептилоид с Грейми. Что-то осталось еще в биополе Оскара? Нет, конструкция выведена. Скэнер просканируй. Полноту души у Оскара сейчас. 102%. Хорошо. 22% украли рептилоид с Грейми. И еще 2% возможно ему вернулось. Хорошо. Хорошо. Все-все убрали. Подхожу к Оскару. Помогаемой энергией. Отключить каналы к интерферентам. Их подключим на счет. 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал. Каналы отсекаются. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Демон, я тебя сейчас отправлю вместе с Джином в квартиру, в дом. Вы соберете все, что вы там раскидали, каждое. Я приду, проверю и отпущу вас на вашу чистоту. Для демона соберу еще негатив на земельном участке, если он в доме не присутствует. Все понятно? Понятно. Открывается портал в дом Оскара, 1-2-3. И Джин с демоном уходят в этот портал и дожидается нас там. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Лия, прошу тебя выйти на связь. Слушаю. У меня здесь какой-то консультант, рептилоид 342-й, два греи органические, с конструкцией, которая 22% души украла. Пульт есть с этой конструкцией. Единственное, что я не уточнил, сколько они находились в этом биополе. Хотя мы все забрали уже. И синий дракон 5432. Если тебя кто-то из них интересует, скажи мне, пожалуйста. Забираем мы рептилоида, остальных отпускай. Хорошо. Синий дракон еще должен будет плата снять в доме, я его потом отпущу. Греев ты отпускаешь, да? Греи исполнительных отпускаю. Хорошо. Забираю парламентера. Парламентер он называется. Я первый раз с таким встречаюсь. Он сказал, что он консультант. Ну, наверняка там что-то интересное есть. Благодарю тебя. Ну, Греи, повезло вам сегодня. Греи, а не хотите конструкцию на себе испытать, как она работает? Вы же любите? Его забрали. Греи не хотят испытывать ничего. А почему? Они готовы собрать в доме. Понятно. Хорошо, Греи. А тарелку? Вы хотите с собой забрать свою? Конечно. Они в ней перемещаются. Им нужна тарелка. Хорошо. Значит, тогда я открываю сейчас. Портал в квартире, в дом Оскара. 1, 2, 3. И в этот портал уходит 2 Греи. И Синий Дракон уходит тоже в этот портал. Собирает все, что они там оставили. Я проверяю и отпускаю. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Конструкция осталась. Открываю под ней портал в галактическое дро. Она ушла на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Пульт есть? Он ушел с конструкции. Отлично. Хорошо. Все. Значит, одной головной боли меньше. Поехали по частотам. Да, есть. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ангельская душа. Ангел. Отлично. Вибрации от него идут. Ангельские. Готово. Отлично. Оскар, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Мне очень понравился эмоциональный подъем. Великолепно. Очень легко себя чувствую. Наполнен свежими, светлыми энергиями. Отлично. У нас остались 10 ваших вопросов к куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Оскара. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Оскара. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Какие прекрасные ангельские энергии в этой комнате. Я приветствую вас. Мое имя Оэльс. Зовите меня так. Оэльс. Приветствуем вас, уважаемый Оэльс. Здесь все с крыльями. Мы очень рады вас видеть здесь. В процессе работы Оскар показал нам свои крылья. Мы уже поняли, кто придет. Безусловно, у кураторов, у ангельских душ, куратор называется Друг. Уважаемый Оэльс, у нас остались 10 вопросов, которые напишет ваш подопечный. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, я с удовольствием отвечу на вопросы и буду рад, если они помогут. Благодарю вас. Первый вопрос. Ответ мы уже знаем. Откуда моя душа? Твоя душа ангельская с 12 уровня Вы Я, Высшего Я и 10 ангельского уровня. И 10 ангельский. Благодарю вас. Второй вопрос. Какова основная цель этого воплощения? Основная цель любой ангельской души – нести любовь, добро и свет. И распространять его вокруг себя, делая добрые дела. Все очень просто. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Третий вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее о воплощении на Земле, из которого влияние в этой жизни самое большое. И какое это влияние? Я немножко объясню по прошлым жизням. Любое воплощение на любом объекте несет определенный смысл и опыт. Нету главного и второстепенного. Все воплощения, несомненно, важны и собирают определенную крупицу нужную душе в данный момент. Для этого мы, кураторы, друзья и учителя, очень сильно работаем и продвигаем душу, указывая, я бы сказал, пиная душу, продвигаться. Если душа не развивается, душа плохо, душа мучается в теле, душа ищет выходы энергии в качестве или виде алкоголя или другой зависимости. И душа погибает на планете Земля. Поэтому мы делаем все для того, чтобы душа двигалась, развивалась, интуитивно чувствовала и направляла сама себя с нашей помощью или без. Я расскажу о прошлом воплощении на Земле. Какие-то года. Он обрабатывал землю и был крестьянином или в сельском хозяйстве работал? И какая страна может быть так? Это мельница, секунду. Он не обрабатывал поля. Он пек. Пек, отлично. Пешистый хлеб. Это Франция. Я вижу много булочек, круассанов. Круассаны, конечно. И разной другой выпечки, связанной с мукой. Какие-то года. Я даже чувствую запах муки и выпечки. 1831 год. Именно таким путем душа отдавала добро и свет через вкусный хлеб и намерение накормить всех. Очень хороший опыт. Интересный опыт. Благодарю. Благодарю я вас. Перехожу к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Какие у меня есть таланты, которые я не оценил, но которые были бы необходимы развивать мне в этой жизни? Ты не оцениваешь много талантов, обменяя себя в негативных поступках, забывая про тот позитив и доброту, которую ты несешь. Твоя доброта – твой главный талант. Оставайся таким же добрым, но не давай себя в обиду. Добро на скулаками. Добром не должны пользоваться. От этого ты очень огорчаешься. Не допускай этого, чтобы не происходило огорчения. Береги свою доброту. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Уэллс. Перехожу к пятому вопросу. В основном я не испытываю каких-либо особых ощущений потоков энергии или других особых ощущений во время медитации. испытываю трудности с отключением ума и быть в состоянии безмысля. Можете ли вы подсказать, что я делаю неправильно, и что бы вы предложили изменить, чтобы познание себя и окружающих было гораздо более плодотворным? Я предлагаю подключить спокойную музыку, под которую твои мысли смогли бы расслабиться и утечь вместе с потоком музыки. Ты можешь именно так представлять, как твои мысли утекают, растворяются и голова становится пустой. Подключай сюда дыхание. Наблюдай за своим дыханием, как воздух наполняет твои легкие. Дыхание проходит до самого низа, и с выдохом воздух уходит, полностью освобождая и делая пустым твой организм. Это одна из практик. Еще одна практика – это движения. Такие, как простые упражнения йоги, которые делают гибкими не только твой внутренний мир, но и твое физическое тело, балансируя его и делаясь диметричным, что и является балансом. Представлять энергии, не обязательно их видеть. Начни с визуализации. Представь семь потоков энергий, один за другим. Входят в твои чакры. Визуализируй это. Расширяйте энергии вокруг себя. Очень много простых практик, которые помогут тебе развить твое внутреннее зрение. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый ОИЛС. У нас эти все знания есть на Земле, точно так, как и знания о визуализации, даже видео, с которыми можно погружаться. Было бы желание, это все можно найти, у нас это есть. Это не такой большой секрет. Если вы позволите, я перехожу к следующему шестому вопросу. Трансформируя себя и познавая свое сознание, я обнаружил, что очень мало помню событий, которые происходили в начале моей жизни, в моем детстве, юности, даже в мои ранние трудовые годы. Все воспоминания тусклые. Является ли неспособность вспомнить события в деталях ограничивающим фактором в моем развитии? Или есть причина, по которой мое сознание не способно вспомнить эти события? Нет, не является ограниченным фактором. Событий было много. Мозг имеет функцию освобождаться от прошлых событий, освобождая память для новых событий. Это функция мозга. Работать с событиями, которые важны на сегодняшний день. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Часто во снах через несколько лет вижу в них одинаковые события и одинаковые чувства. Возникает ощущение дежавю, что нечто подобное уже было во сне раньше. Одним из таких ярких снов, что я помню, является возможность летать, облетая свой двор на высоте 5-7 метров над землей. Я убежден, что каждому из нас дана способность видеть, слышать, понимать больше, чем понимается в 3D матрице Земли. И наши души забыли, как это делается. Какие способности мне в первую очередь нужно развивать? Открою вам секрет. Не все видят даже в 3D матрице Земли. Кто-то видит в плоскости, а кто-то просто в вертикальном пространстве. Абсолютно верно. Видеть в 3D – это развитие и определенная интуиция и осознанность. Это говорит о том, что путь определенный был пройден, опыт и знания накоплены. То есть все нормально. Какой был вопрос? Вопрос был, какие способности мне в первую очередь нужно развивать? Я не совсем понимаю, как они связаны. Способности я бы повторился про визуализации, которой тебе не хватает. У тебя очень много практических вопросов и практического опыта на Земле. Работая с душой, требует расслабления и другого взгляда на мир, спокойствия и времени для этого, без спешки и дополнительных мыслей. Работая с душой, ты должен оставаться только в этом моменте, не думая, что происходит в соседней комнате или на улице. Только так ты сможешь получить практики и результаты от своих практик, работая с душой. Благодарю. Благодарю я вас. Восьмой вопрос. Для того, чтобы развивать свое сознание, свою душу, больше ориентироваться на ментальный план, важно, чтобы в жизни Земли была экономическая и финансовая стабильность. И здесь я не имею в виду, как заработать больше. И здесь я не имею в виду, как заработать больше. Чтобы вы посоветовали изменить в своем восприятии и действиях, чтобы обеспечить эту стабильность и иметь возможность уделять больше времени своему росту. Уделяя больше времени своему росту, своей осознанности, пониманию себя, твои энергии меняются, а соответственно меняется твой окружающий мир и запросы. Как я уже сказал, у тебя много материальной практики. И тебе нужно менять не этот аспект, а аспект внутренней расширения и познания себя, своей души и точных потребностей своей души в физическом теле, в физической жизни. Ты удивишься, развиваясь, как мало нужно твоему телу, но больше нужно сознанию. Поэтому я бы обратил внимание на вторую часть вопроса. Не что сделать для экономического развития в физической жизни, а как развить душу, чтобы твои экономические потребности и энергии изменились вокруг тебя. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемый Уэльс. Девятый вопрос. Я уверен, что мой куратор также в курсе состояния моих отношений с членами семьи. Что мне нужно изменить в себе, чтобы улучшить отношения с женой? Есть ли, возможно, несколько слов об отношении с дочерями? Как я уже сказал выше, доброта – это твоя главная, это твой главный аспект души. Но, как ты знаешь, доброту нужно защищать. И работа над собой в семье – это отношения с двух сторон. Поэтому здесь можно посоветовать терпение и принятие. А также очень интересной практикой будет замена реакций. Постарайся, пожалуйста, поменять реакции. Это я сказал в слове «терпение». Попробуй промолчать или выдать что-то, что тебя совершенно не ждут. Я говорю о позитивных моментах. Улыбка и юмор очень часто помогают. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Уэльс. Последний, десятый вопрос. В качестве последнего вопроса я хотел бы оставить его куратору и дать вам возможность рассказать мне то, что я не спрашивал, но мне было бы важно услышать о себе прямо сейчас, чтобы я мог развиваться быстрее и отчетливо чувствовать мое развитие. Отличный вопрос. Я благодарю тебя за этот вопрос. Я бы хотел рассказать тебе, как выглядит твоя ангельская душа, активировать твой ангельский стержень и направить твое сознание и воображение на эти энергии, чтобы ты смог визуализировать их и расширять свои энергии, чувствуя ее в вибрациях своих тел. Ангельские энергии выглядят как свет, яркий свет, исходящий из лучающей вокруг тебя лучи. Насколько ясен и осознан твой ум, душа и тело, настолько больше эти лучи вокруг себя. Ты можешь не понимать, как твои реакции влияют на других, но они очень сильно отражают вибрациями и волнением энергии вокруг тебя, реакции людей в твою сторону. Поэтому представь свои светлые энергии горизонтальный стержень и исходящие из него лучи, плотным белым светом, светящиеся, не матовые, очень похожи на солнечные лучи, которые вы видите. Но в ангельских энергиях мало желтого цвета. Это все-таки больше светящиеся теплые легкие энергии, добра и света. Именно так представляй свой стержень, расширяй эти энергии. Они зависят от твоей осознанности, от твоего настроения, от твоей улыбки, счастья и радости в данный момент. Попробуй поработать с этими энергиями. Повизуализируй этот стержень внутри себя. Он проходит от нижней чакры копчика к верхней коронной чакре и расходится далеко за твое физическое тело. Настолько далеко, насколько твоя осознанность расширяется и растет. Именно это я хотел сказать. Не забывай о этих простых практиках визуализации. Благодарю. Остались заключительные слова, уважаемый Уэльс. Выражаю самую искреннюю благодарность и любовь моему куратору за его присутствие и поддержку. Даже если я не чувствовал и не понимал его этого напрямую. Желаю ему выдержки в работе со мной и хочу передать самые красивые весенние птичьи песни, которые я слышу каждое утро, когда просыпаюсь и выхожу из дома. Верочка, это материализируется. Это великолепно. Я слышу их. И я благодарю тебя за этот прекрасный подарок, потому что это значит очень много. Для твоей души и для твоего развития, а также для меня, как твоего куратора. Обращать внимание на такие мелочи, быть позитивным к ним и брать с них энергию, отдавая свою. Это называется «Жить в мире с окружающей тебя средой». Благодарю тебя за этот подарок. И еще осталось у него последнее предложение. Я уверен, что мы еще увидимся. Уважаемый Уэльс, у нас в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Возможно, вы еще не знаете, но в ангельском мире ее уже знают. И, Верочка, в твоих руках, каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам в эту комнату диагностики, мы делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Уэльса передать ему этот скромный подарок. В знак благодарности за его помощь сегодня, за помощь своему подопечному. И просто на добрые воспоминания. О да, я с удовольствием приму этот радостный и позитивный подарок. Мне очень нравятся эти великолепные ягоды. Благодарю вас за этот настрой и дальнейшие энергии позитива, которые я заберу с собой. Благодарим и мы вас. Передавайте от нас привет ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Будем рады их избавить от мешающих им факторов и открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Да будет так. А так и есть. Всего наилучшего и до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Оскар, мы закончили встречу с вашим куратором, вашим другом Ангелом Уэльсом. Вы получили ответы на все свои вопросы? О да, не только ответы, но и зарядку ангельскими энергиями. С удовольствием буду визуализировать эти приятные энергии. Имя вы своего куратора знаете. Со временем вы сможете ему задавать короткие вопросы и получать короткие ответы. Для этого надо просто работать над собой регулярно и прислушиваться к своему сердцу. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашего дома.